МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый сложный период или самый здоровский того, что ты ребёнок. Почему? Потому что к тебе относятся добро. У тебя друзей много? Ну, если честно, не очень. Ты в какой момент можешь запеть? На улице или дома. Ты идёшь и вдруг раз запел? Сначала посмотрю вокруг, а потом пою. А почему надо, чтобы никого не было? Ты же классно поёшь. Я знаю. Единственное, может, который ребёнок, который просто кайфует от своего пения. Давай, Адрюш, давай вторую часть. Шитейские вирты, шитейские вирты. Ещё раз, аккорд И. Шитейский вирты, я терзал. И с отрушительным напенком Свистяемая зумырка. И соносил огонь и в свет. Ну, это вот такая у него особенная природная способность. У него очень чистый тон. То есть он очень чисто воспроизводит мелодию. Андрюша – это чрезвычайно музыкально одарённый ребёнок. То есть то, что достигается огромным трудом других детей. У Андрюши – это встроенная природная опция. То есть всё, что касается музыки, он запоминает моментально, не задумываясь. И это вот такое качество в детях встречается, ох, как нечасто. Андрюша просто поёт у нас, ну, его голосом поёт Бог. Мне кажется, это так. Это талант. Это талант. Потому что такое дано, ну, не каждому. Классику петь очень сложно, особенно русскую классику. Там душа. Там нужно всё это прочувствовать. Это он так чувствует. Я вот даже смотрю на конкурсах, он выступает. Он в какой-то момент вообще закрывает глаза. И вот где уже он там находится в это время, я даже вот не знаю. Все говорят, что у тебя таланта. Ты сам как считаешь? Ну, все поют. И я пою. Только у меня чуть-чуть лучше. Но, если честно, у меня как-то само получилось. И, короче, я просто, куда брат пошёл, туда и я. Ангельская пыль, это зоны плыль. Ради чего Микки Ланжелу все дни своей жизни отдавал. Такой я неистовый. Неистовый. Неистовый, значит, самому еще очень сильный. В какой-то момент я поняла, что мой ребёнок необычный. И даже с садика началось. То есть подготовка к школе, когда происходило, там, учителя, они говорят, что вот, ну, как бы он вроде всё понимает. Ну, как давать его задание, как учить, мы не понимаем. Потому что видно, что он не делает. Он там с детьми, ну, за ними не повторяет то, что происходит в классе. Вообще со школой сложно пошло после того, как мы уехали в Москву. В Москве как раз не повезло с педагогом. Ну, и вообще там немножко сложно. Детки все в себе. Учителя особо, ну, как бы, как нам сказали, вы не ждите особого внимания к ребёнку. Тут все одинаковые. И он перестал учиться, она на него шумела. И как только начинаешь на него повышать голос, он сразу замыкается и просто не делает ничего. Мы приехали в Москву, и он мне через две недели в Москве сказал, мама, верни меня оттуда, откуда взяла. Я здесь учиться не буду. Вот, и поэтому кое-как до тянули до мая месяца. Я забрала все документы из Москвы, мы вернулись сюда, в Самару. Я пробовала договориться, чтобы его оставили ещё на второй год в первом классе. Ну, нам сказали, так как уже, как бы, он отучился. Вы не переживайте, всё, он догонит, всё у него получится. Ну, вот как-то не получилось. Осень и лес молчит. Такая тишина. Мне порекомендовали попробовать перевести его на домашнее обучение, на индивидуальное. Мы прошли к психологу, его тестировали очень много. Мне сказали, что у Андрюши какой-то своеобразный склад ума. У него по тестам интеллект выше среднего. Он делает задания те, которые даже взрослые не делают. Но в то же время он не будет заниматься тем, что ему неинтересно. Он не понимал, зачем ему нужна таблица умножения, если у него есть линейка с таблицей умножения, если у него есть карандашик с таблицей умножения. Что ты не любишь в жизни делать? Учиться. Высокий уровень математики. Думаю, зачем? Он задавался таким вопросом. Пытаюсь вспомнить и не знаю, зачем. То есть понять для чего. Наверное, кто идет в ученые. Вот им это, наверное, нужно. Я искала варианты. То есть пробовала его заставлять учиться. Это доходило до такого состояния. А потом, наверное, отпустило, что ли, ситуацию. Как бы там со стороны не смотрелось. Ох, это же там домашнее обучение. Это же там двойки, тройки. Какие у тебя оценки, Андрюш? Он даже не смущается. Говорит, не знаю. Я уже говорю, вот я отпустила эту ситуацию. И, по сути, мне не важно, какая у него оценка по математике. На уроке, почему ему было сложно, и педагогам было сложно его держать как бы в классе, потому что он мог запросто, ну, там, перебить учителя. Вот все, что он думает, он может там начать петь на уроке. Или там свистеть на уроке. Вообще он поет везде и всегда. Он мыслит не так, как другие дети. Он говорит не так, как другие дети. Поэтому такое ощущение, что он поцелован Богом, понимаете, ребенок. Потому что вот... И когда он... Ну, просто послушайте евангельский голос, как он поет. Это же вот... И все этим сказано. Все сказано в его пении. Люблю ли тебя, я не знаю. Но кажется мне, что люблю. Веселенькую лучше. Он еще очень разносторонний мальчик. Во-первых, он занимается спортом. Он и в бассейне плавает, он и на горных лыжах катается. И он и жонглирует, он в шахматы играет. И кубик Рубикон собирает. И свистит хорошо. То есть он много чего умеет. Свистеть я научился еще даже в первом классе. Когда еще жил в квартире в Москве. Чем ближе язык к губам, тем выше звук. Тем дальше, тем ниже. С ума сойти. А еще что-нибудь можешь показать? Посвистеть? Наверное, это вы слышали где-то сообщение. Самое сложное, наверное, в музыке это учить. Это слова. Для некоторых, наверное, это по-другому. Он запоминает именно по, не словами даже, наверное, а по слуху, на слуху. Мне кажется, вот как-то так воспринимается. Наверное, поэтому у нас математика не получается выучить таблицу умножения. Потому что она не мелодично звучит. Что для тебя важно? Не ошибиться. Если ты ошибся, то пытайся не расстроиться и петь. Особенно, когда ты лучший человек, особенно поешь. И у тебя гран-при много лежат. Думаю, зачем они нужны? У меня гран-при уже вот столько лежат, кучками. Уже их некуда девать. Не нужны? У-у. Кубки железные на полках место занимают. А зачем же тогда петь? Ну, наверное, для кайфа. Мы ездили в Сыктывкар на очень такой сильный конкурс академический. И вот как бы во втором туре Андрей ошибся. Он остановился, забыл слова. Ну, как бы там еще раз спел, продолжил. А жюри все очень строго. И тут, когда уже все закончило, он выступает. Ну, как бы обычно поклонились, вышли вместе с педагогом. А он стоит. И Татьяна Юрьевна даже немножко растерялась. Андрей, пойдем. А он так встал к жюри и сказал. Простите меня, пожалуйста. Я ошибся, но нечаянно. И это было настолько неожиданно для жюри в том числе. И для нашей учительницы. А для меня уже потом вообще все тряслись руки. Я прям расстроилась. Именно вот растрогалась даже. Он очень вежливый. Его действительно любят взрослые, потому что он никогда не грубит. Вообще. Вот я не слышала, чтобы он там как-то ругался с кем-то. Да, на кого-то огрызался. У него, в принципе, нет стройной такой функции агрессии. Человек, и я с ним дружу. И у него есть еще друзья. Вот они ссорятся. А вот я никогда в жизни. Даже не пытался. И не получался. Даже случай не происходил. Когда ты зло делаешь, зло приходит. Добро делаешь, добро приходит. Типа того. Когда ты добрый человек, к тебе почти не относятся так. Ну, зло. А ты добрый человек? Да. Получается, что твой мир, он добрый. И люди в нем добрые. Ну, да. Ему исполнять 15 лет, в июле месяце уже. Мне страшно, чтобы его никто не обидел в жизни. Потому что очень нежный, такой трепетный ребенок. Очень доверчивый. Вот его нельзя обижать. Не вовремя. Не вовремя. Можно? Конечно. Скажи, что она в эфире. Уже в эфире. А ты вот уверена, что его будущее должно быть связано с музыкой? Ну, на самом деле нет. Я очень хочу, чтобы они были вообще просто счастливы. Занимались тем, чем вот, ну, что у них идет хорошо. Я, в общем-то, верю, что у него все получится. Что он повзрослеет, а может быть, и не надо. Я не хочу, вот даже, там, у меня мама, например, надо вот его там учить. А я не хочу ломать. У него есть какое-то свое видение, вот, взаимоотношений, решений вопросов. И я не хочу навязывать свое мнение. Возможно, это его фишка. Сейчас он пользуется тем набором, не знаю, как говорится, того, что он умеет. И пусть так и будет. Юля, откуда вообще вот это вот все? Не знаю, не могу сказать. Одаренный какой-то вот он. Откуда-то оттуда. Я не знаю, что он умеет. 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 Я не знаю, что он умеет.